18 июля в Казанском федеральном университете в рамках стратегии развития Казанки состоялась ежегодная городская лаборатория «Горожанин-ученый». В рамках проекта прошла экскурсия по зоологическому музею Казанского университета, во время которой посетители познакомились с разнообразием животного мира водоемов средней полосы России, узнали об особенностях биологии и экологии этих животных. В рамках проекта «Горожанин-ученый» участники посетили зоологический музей Гербария имени Версмана. Экскурсию для них провел заведующий зоологическим музеем Александр Николаевич Беляев. Проект очень важен для города и для жителей Республики Татарстан, и мы рады, что зоологический музей стал одной из площадок проведения этого проекта. Мы давно сотрудничаем с Казанским федеральным университетом в рамках нашего проекта «Стратегия развития Казанки». Они помогают нам делать различные исследования и прикладывают руку к сохранению реки Казанки. Поэтому мы решили сделать одно из занятий в стенах нашего университета и познакомить жителей с обитателями реки. В прошлом году мы посещали кафедру водопользования КФУ и исследовали, показывали нашим жителям, как выглядит вода под микроскопом. Также рассматривали различных ракообразных и то, что невозможно видеть человеческим глазом. И очень понравилось нашим участникам узнавать о том, как вообще исследуется вода в городе. Занятие провел Александр Беляев, заведующий зоологическим музеем и гербарием имени Эверсмана, кандидат биологических наук. Как отметили участники проекта, они уже не раз были в Казанском федеральном университете. Однако каждое новое посещение становится все интереснее и познавательнее. Сам проект побуждает жителей города с активной гражданской позицией не только узнавать новые и интересные факты о своем регионе, но и помогать очистить окружающую среду от загрязнений. Активная жизнь казанцев позволяет в вечернее время, либо в выходной день, насытиться новыми знаниями, посмотреть, как существует Казанка в наши дни. И в этом году добавлены еще и мелкие реки, которые впадают в Казанку. Активность горожан, очищать природные ресурсы, посещать музеи, узнавать особенности. То, что в повседневной жизни мы, может быть, проходим мимо и не всегда успеваем уделить внимания. Доступностью, легкостью общения, новыми знакомствами, новыми какими-то перспективными планами и узнавать новости о Казанке из первых уст. Это историческое здание, и здесь уже я не в первый раз была почти во всех музеях. Осталось несколько, которые я еще не успела посетить. И каждый уникален по-своему. Проект проходит третий год и стал финалистом первой Всероссийской парковой премии в номинации «Экологическая акция». В этом году мероприятие проходит под слоганом «Казанка выходит из берегов», что говорит о расширении географии проекта и о важности сохранения и взаимосвязи всех водных объектов. В этом году занятия будут проходить не только на берегах Казанки, но и на реках Ноксе, Волги и даже Свияги. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.